итак друзья смотрите сегодня мы поговорим про правильный удар как наносится удар и немножко разберем понятие нокаутирующего удара когда наносится прямой удар начну с прямых ударов потом перейду немножко на боковую удары снизу вот проще всего объяснить на прямом ударе то есть удар это навык и силы сила по физике равна f равно массовое ускорение масса руки у нас постоянно мы можем незначительно увеличивать или уменьшать соответственно можем работать над ускорением над ускорением мы работаем каким образом во первых мы правильно наносим удар то есть вся ударная цепочка тела у нас работа это первая составляющая и вторая составляющая это работа за счет расслабленности мышц то есть расслабленные мышцы они дают в конце максимальное ускорение мышцы метила мы запустили максимально расслабленная рука летит в цель и в конце у вас происходит сжатие кулак а вот на этом моменте я сейчас немножко отдельно остановлюсь и смотрите у нас максимальное ускорение происходит в последних fight есть нажимаем на обратно ких конечно же происходит максимальный акцент м Zhumana скорость как правильно научиться сжимать кулак вот в этой последнем фазе я предлагаю вам используется просто обычный теннисный мячик. То есть, когда мы забрасываем легкие расслабленные удары, прямые, например, чтобы научиться в конце правильно сжимать кулак и вообще фиксировать сжимать кулак, потому что удар расслабленной рукой придет как к травме кисти, так и не будет, в принципе, акцентирован. Удар будет просто поглаженный соперника. Мы просто используем обычный мячик. Сначала мы самостоятельно подкидываем ловим напрямую удар правой рукой, то же самое левой рукой. Это можно делать во время выполнения упражнений по стене. Кидаем все удары, кидаем мячик, раз поймаем. То есть, фиксируем. Мячик будет все время у нас встречаться в разных частях. Не всегда он будет идеально в конечной точке, где мы забрасываем удар. Поэтому где-то мы раньше встретили, схватили, сформировали кулак, где-то дальше. Таким образом, мы учимся формировать кулак в моменте попадания удара. Соответственно, работаем вот с ситуацией. На прямом ударе это значительно проще. Потом соперник вам бросает мячик, здесь уже более непредсказуемая ситуация. Соответственно, то же самое. Вы его ловите, расслабленная рука, и в последней фазе мы кулачок подворачиваем, фиксируем. Поэтому здесь происходит акцент. Значительно, на мой взгляд, сложнее на боковых ударах. В основном, новички, когда бьют боковой удар, они проносят руку мимо цели. Чем чреват? То есть, получается, в момент прямого удара у нас максимальный акцент происходит на конечной фазе, в конечной точке долетания кулака. То же самое на боковом. Когда мы разгоняем удар и проносим через вот эту плоскость, у нас максимальный акцент происходит именно в этой точке. То есть, в момент попадания в челюсть мы еще продолжаем руку разгонять. Соответственно, здесь происходит фрагмент, точнее, момент толкания. Поэтому очень важно фиксировать руку именно в моменте попадания в подбородок. Ну, максимум 10 см за цель. И то же самое шариком. Мы подкинули шарик, поймали на боковой. Все, я зафиксировал туда до положения. То же самое серию кинул, то же самое раз правый боковой, правый снизу любой удар. Таким образом, мы учимся ставить смысловой акцент и конечную точку удара именно в той точке, где должно заканчиваться движение руки. Соответственно, здесь происходит передача инерции. Максимальный вот этот передаточный момент, перерождение там кинетической, энергии потенциальной. На физике ничего не путают. Еще раз, именно важно поймать вот этот момент. Постановить кулака на цель. Некоторые советуют сжимать кулаки сразу, когда мы начинаем боксировать. И это довольно-таки сложно сделать. Во-первых, потому что вы начинаете напрягаться. Напряженные руки не дают такого расслабленного удара. Во-вторых, вы просто теряете силу за счет этого напряжения. А такая тренировка с мячиком, она приведет к правильной постановке кисти в момент попадания в цель. При прямых ударах это более-менее понятно. Но при боковых я наглядно показал, что рука у нас зачастую пролетает. А если мы это фиксируем мячиком, мы, соответственно, видим вот эту материальную точку, мы постоянно на нее ориентируемся. И то же самое у вас будет в бою. Любой удар, соответственно, вы фиксируете кулак в точке попадания.